Баскетболь Вот Никита Мургунов, молодое дарование армейского клуба, забивает красивый мяч в кольцо французского ортеза. Гундерс Ветра, просторечий гунча, истинный профессионал. А это Игорь Курашов, центровой команды. А вот Евгений Кисурин в данный момент исполняет роль чистильщика. Алексей Вадеев, как всегда, выглядит блестяще. Сергей Панов, обладатель, быть может, самых быстрых рук в нашем баскетболе. Василий Карасев, наиболее стабильный среди игроков ЦСКА. Известный дальнобойщик Игорь Куделин. А вот и Джулиус Нуосу, легионер из Нигерии. Андрей Спиридонов, признанный боец из бойцов. И Андрей Корнев, номер 8, капитан команды. Тренерское трио армейцев. Слева Иван Едешко, справа Евгений Коваленко и в середине Станислав Еремин. Вот пробует водичку массажист Аскер Барчо и рядом доктор Олег Парфенов. Администратор Андрей Нечаев и слева начальник команды Юрий Юрков. И президент баскетбольного клуба ЦСКА Виктор Петраков. Именно его мы как-то спросили. В те времена, когда вы играли ЦСКА того поколения и теперешней ЦСКА, большое ли отличие? Да, большое отличие. В свободе. В отличие в свободе выбора, в свободе делать то, что человек, игрок в данном случае, считает нужным. И определять свою судьбу в мое время за нас решали нашу судьбу. О судьбе и тем более свободе выбора мы будем говорить много. Например, 4 года назад судьба так разложила свой баскетбольный пассианс, что появилась или точнее организовалась нынешняя ЦСКА. А еще через 2 года все та же судьба предложила команде тест на выживание. Вы, конечно, помните тот беспрецедентный матч в Афинах против Олимпиакоса, когда половина игроков ЦСКА попали в больницу с острейшим отравлением, а оставшиеся все-таки вышли на площадку. Это сейчас можно рассуждать. Был у них тогда выбор или нет? Что правильно и что неправильно? Просто они выбрали то, что выбрали. И это было их право, всей командой и каждого в отдельности. И нам кажется, что в тот день и родилась эта ЦСКА. Именно команда. Пускай нищие. Это что касается оплаты труда, ребят. Из-за чего, впрочем, последние полгода и кипят страсти вокруг них. Но команда, отнюдь не подчередцей пробившаяся в финал четырех, занявшая в итоге почетное третье место и явившая себя высшему баскетбольному свету Европы, если и не во всей красе, то вполне достойна. И что самое главное, армейцы своим успехом принесли российскому баскетболу вторую путевку в турнир Евролиги, который стартует нынешней осенью. Ну, то, что я уже говорил, что мы приезжаем сюда, и газеты пишут, что приехала команда на экспорт, это ни для кого не секрет. И игроков трудно в чем-то обвинять, если к ним подходят агенты и предлагают хорошие контракты. Мне кажется, двое или трое уедут. Но я могу объяснить, почему. Вот сейчас я общался с многими журналистами из Греции, Италии, Испании, и говорят, что очень хотят, и очень серьезно будет делать предложение Карасева, серьезный разговор относительно Кесурина. Я думаю, снова панов будет в себе для внимания. А вы смотрите, вот одни и те же скауты, агенты на всех крупнейших турнирах, что в Греции, вы видели, что в Торонто, они все одни и те же лица, они все время здесь крутятся. И после этого обычно заканчиваются каким-то отъездом наших игроков. Но пока они еще все вместе, и звать их ЦСКА. И руководит команда Станислав Георгиевич Ерин. Сейчас вы его увидите. А чуть позже услышите рассказ старшего тренера о ребятах, о ситуации в команде, немного о себе тоже. Мы попросили Ерёмина также вспомнить что-нибудь веселенькое времен его баскетбольной молодости, когда он был одним из основных игроков ЦСКА и сборной. Ну а веселеньком, если у нас с вами выдастся минуты отдыха. А пока? Пока о том, что предельно серьезно. Итак, Станислав Георгиевич о баскетболистах ЦСКА. Ну вот, то, что отпущено от Бога, наверное, из сегодняшнего состава Пуделева. А вот так? Потому что то, что реализует, реализует, наверное... А, Маргунов еще, так я думаю, что талант для подлога. А кто реализует, наверное, Васька может реализовать Карасев. Здесь напомним, что Василий Карасев не только основной разыгрывающий армейцев, но и во многих матчах основной забивающий. И не раз доводилось слышать, что характером он немного напоминает молодого Сергея Белова, также замкнут и немногословен. Вася очень сложная натура. Он, в общем, не такой общительный. Он замкнутый парень. У него свой мир, который, я думаю, что он особо никого не пускает. И во многом его проблемы тоже в психологии, хотя он довольно устойчив. То есть он не трус, он боец. И у него ошибки идут не от того, что... Вот есть игроки, которые или замандражили, или думают, что я там горы сверну. Нет, у Вас идут ошибки от того, что он часто неправильно разрешает ситуацию. Пытается решить его вот так вот. Вот. Или белый, или черный. А иногда нужно чуть погибче, и тогда, может быть, он избежит этих вот ошибок. Но я думаю, что это игрок, который, если у него есть какие-то спады, у него небольшие спады. Он наиболее стабильный игрок в нашей команде. Как ты представляешь баскетбольное будущее для себя? Для себя? Ну, как мне хотелось бы, по крайней мере. Ну, не буду говорить там про ЦСКА, то есть, именно в ней. Ну, я бы еще не отказался поиграть там годик-два в ЦСКА. Ну, вот если все уладится, все хорошо будет. Потом где-нибудь, наверное, сыграть в Европе, посмотреть. И потом, если все будет хорошо, в Америке буду поиграть. Игорь Куделин тоже один из тех, кто постоянно в поле зрения скаутов различных команд. И не только потому, что у него великолепно поставлен трехочковый бросок, чего, собственно говоря, мы ожидаем от Куделина в каждом матче. Но за этим ожиданием чуть забывается, что он вдобавок очень неплохо умеет играть в этот самый большой баскетбол. В день. Сколько ты должен делать бросков? Как можно больше. Ну, в среднем. Сколько ты выполнишь серии? Ну, бросков 200-300. И из них попадает цель. Половина. Хотя надо больше, наверное. Процентов 70 должно попадать, чтобы потом в игре выдавать 50% результат. Ты специально тренировал трехочковый бросок? Или так вышло просто случайно? Давно, наверное, специально. Просто сейчас сильная сторона считается. в Таганроге еще начало? Да, на дереве. Было кольцо, я бросал. Не испортил руку тебе? Да нет. Почему? поля особо на 5 минут шел, бросал. Игорь. Игорь, как начинает плотно держать, он теряется. Он любит играть с мячом и сразу идет к перетяжке. Вот. Но, конечно, потолок уделено этот невидимый. А как вы считаете, в вашей команде играют профессионалы или нет? Ветра однозначно профессионал сегодня в этой команде. Мне кажется, Женя Кисурин и Сережа Панут, но Сережа, может, в меньшей степени, это однозначно профессионалы. Те люди, которые пощупали своими руками жизнь на Западе, как зарабатывают деньги там, как они даются, они ближе к этому понятию. Гунчи у меня нет вопросов. Я, может, меньше о нем говорю, потому что все-таки Гунчи – это профессионал, как и Джулиус. Они своей игрой доказывают свой уровень. И я просто счастлив, что в команде такой игрок, как Ветра, потому что он лидер, он боец, он игрок высокого класса и очень порядочный и честный человек. О Гундерсе Ветре или Гунчи, как зовут его и тренеры, и ребята, разговор особый. В российском ЦСКА он, как ни крути, легионер из Латвии. Но в то же время до корней волос свой, родной. И кого бы мы не спрашивали о наличии в нынешнем ЦСКА истинных профессионалов, то если слышали ответ «Да, есть», то на первое место всегда ставился Гунтерс Ветре. Для тебя лично это большой удар? Ну, конечно, для всех, я думаю. А как ты думаешь, это начало кризиса команды, или же наоборот? Ну, я не думаю, что это какой-то кризис. Ну, как и тренер наш сказал уже, то есть мы уже много сделали тем, что мы упали сюда, в Final Four. Не думаю, что тут надо делать из-за этого какую-то трагедию. Ну, то есть тут попали четыре сильнейших команд Европы. Ну, кому? То есть игра была, это финальные игры, кто более опытный, кто более подготовленный. Я думаю, он в этой игре как раз сыграл большую роль опыта. То есть у Найкоса уже за счет опыта в игры в Final Four они уже не первый раз здесь попали. То есть просто нас переиграли. Я думаю, что мы немножко замандрежировали, особенно первый тайм, где у нас был вариант, как говорится, оторваться от них. И второй тайм, а они уже как будто как шахматы все обыграли. А ты можешь сказать, что у тебя баскетбольный клуб ЦСКА стал родной на этот сезон или нет? Или ты играешь как профессионал? Не задумывался об этом? Ну, тут по-разному можно к этому вопросу относиться. Я, в принципе, играю и как профессионал, и в то же самое время, поскольку ребят всех очень хорошо знаю. И мне, как говорится, это не Испания, не Италия, где я этих ребят, как говорится, давно с ними общаюсь. Конечно, это мне как бы в каком-то смысле стало родным клубом. А не обидно ли, ты легионер, а, в общем, не получаешь зарплату наравне с ребятами? Конечно, обидно. Это такой смешной вопрос. Конечно, обидно. Ну, что делать? Мы будем, видите, мы побеждаем, но будем надеяться, что наши победы как-то поможет нам, что ли, я не знаю, сказать. Но я думаю, что мы получим зарплату. А у вас есть какие-нибудь более, может быть, или в меньшей степени симпатии к игрокам команды? У меня одно жесткое правило. Я не люблю филонов и тунеядцев. Я сам был игроком, и меня очень трудно обмануть. Я вижу, когда игрок филонит, когда он не дорабатывает, когда хитрит, когда пытается выехать за счет других, получить больше, а вложить меньше. Вот этот момент для меня принципиальный. И я таких игроков внутренне, внутренне все-таки где-то не люблю. Ну, такое место тренера. Я не могу это не высказать и в конце концов давлю себе эти качества, потому что нельзя, чтобы тренер этого любил, а другого не любил. Но дома я могу себе дать отдушину, потому что я могу и обозвать игрока, и поделиться там в близком кругу, что он такой вот. Нигде не любят, когда я... У нас ведь мы постоянно в бою. Мы постоянно на передовой в бою, и все видно. Если кто-то прячется за спиной других, значит, мы от этого только проигрываем. Значит, такие люди у вас есть в команде? Я думаю, сейчас нет. Сейчас... Ну, вот на протяжении последних лет были люди, которые любили получать, когда шло распределение благ, наград, они считали себя, что они заслуживают максимально. А отдавать не всегда хотели. Как вы считаете, вы тренер-демократ или тренер-диктатор? Я хотел бы быть тренером-диктатором. Диктатор хотел бы. И понимаю, что нужно быть. Но не всегда получается. Думаю, что я такой в основном демократ. Жалость мешает мне. Я пытаюсь себя поставить на место игрока. Иногда пользуюсь в работе не интересами делами. Не только интерес, будем сказать, не только интересами дела, но и ставлю какой-то человеческий фактор. А тренер не должен. А может быть наоборот? А как думаете, игроки понимают это или нет? Думаю, хотелось бы думать, что так. Но я думаю, что они поймут гораздо позже, когда закончат играть. Передохнем немного от серьезного в рассказе о нынешних армейцах. Они молодые люди, веселые, и в их жизни независимо от того, регулярно им платят зарплату или нет, все равно есть шутки и розыгрыши. Но сегодня в нашей программе ретро-шутка, рассказанная Ереминой. И в этой байке есть еще два вполне реальных героя. Большой шутник Иван Иванович Едешко, нынешний тренер ЦСКА, и добродушный гигант Владимир Жигилий, в свое время центровой московского Динамо и сборной СССР. Кстати, они оба классно выглядят в матчах ветеранов. Но сейчас не об игре. Сейчас будем слушать Станислава Еремина. Подожди. Ребята, хорошие загреши было много. Веселых. Я хотел даже сделать книгу, потому что сейчас серьезная направленность. А так вот садишься, когда так расслаблен. Стоит зацепиться одно, второе, третье, пошло и там. На книгу бы набралось. По-моему, Володю Жигилия разыгрывали. Он купил машину. Сидели на сборах в Серебряном Бару. И приехали он на новой машине приезжать на тренировку. В студене Октябрь тренировались. Пришли в раздевалку, а Иван берет обежку, у него вытащил ключи. И взял машину, перегнал за угол. А я это увидел. Доктору говорю, мы уже выходим из раздевалки. Я говорю, вытащи ключи еще раз и перегони за другой угол. Вот это был розыгр, когда выходим, и этот Жигилий говорит, е-мое, где машина? А Иван точно стырит, ну что с машины все время угоняют. А потом говорит, да нет, вот это я, пошутил себя за угол. И когда за угол вышли, вот здесь как не моя сцена, Реза. Были такие. Тренер вновь серьезен, а это значит, что мы вернулись сегодня, сейчас. Баскетбол дал мне все, все, что у меня есть. У меня сейчас все есть, мне ничего не надо, всех денег не перезаработаешь. Но я отнял, все отнял. Я тоже говорил, что я всю жизнь завидовал своему другу и простым людям, у которых есть суббота, воскресенье, которые могут с пятницы распорядиться, субботой поехать, поесть шашлычков, отдохнуть, у которых есть законный отпуск, все законно, которые могут провести в семье законно заработанное, то есть отпущенное им время. Здесь, конечно, другая жизнь. Я посмотрел весь мир, я увидел, никогда бы так не сумел это реализовать. Он мне дал все и отнял многое. У нынешних игроков ЦСКА, подопечных Еремина, еще нет окончательного ответа на вопрос, что каждому из них баскетбол дал, а чего лишил. Идет процесс этой взаимной компенсации, в котором третейским судьей выступает сама игра, а роль профессионального свидетеля отведена тренером. Последний. Не путайте не обвинитель, а именно свидетель. Ну, понятно, конечно, со стороны команды в целом. Игорь Курашов, он начинал вместе с нами, начинал вместе с нами, когда, четыре года назад, когда команды еще не было. И он очень много сделал для становления команды. Он тоже очень симпатичный парень, и боец, и порядочный, и честный. Вот за площадкой это душа. Он готов выпрыгнуть из штанов, чтобы сделать для всех, чтобы было хорошо. Помочь. Первый поможет, не будет ни о чем думать, всем поможет. У Игоря, мне кажется, что проблемы, во-первых, конечно, двигательно он уступает лучшим центрам мира. У него координация похуже. Но за счет своего характера, за счет своих бойцовских качеств, у него хороший бросок, он часто нам приносил большую пользу. Другое дело, что, когда результат нужен сегодня, сегодня и сейчас, предположим, Джулиус сильнее его. Хотя в этом сезоне тоже его травмы замучили, он очень терпеливый парень. У него месяц распухшая нога была, он не говорил ни доктору, я не мог понять, в чем дело, ни доктору, ни мне не говорил, он старался доказать. И когда уже зашла уже тупиковая, стала тупиковая ситуация, что невозможно бегать, он говорит, я не могу, дайте мне время для отдыха. Вот эти травмы его в этом году тоже замучили. Тяжело ли было смотреть матч с банки? Нет, условно тяжело, просто хотелось выйти, потому что, вроде бы, был готов, на все стопроценты думал, что выйду и помогу команде. А тренер не доверил мне в этот раз. Буду ждать следующего раза. Потому что, в общем-то, ну, у меня такое впечатление со стороны, что, может быть, вы ему не доверяете, сложилось. Как тренер я лучше его знаю, в него нужно попасть. Он очень переживает перед матчем, во время матча. Он хочет горы перевернуть так же, что вот я выйду сейчас. Иногда его распирает от этого, и это не всегда на пользу команде. Его нужно очень тонко чувствовать. И вот, мне кажется, что в последнее время я научился его чувствовать. Чувствую, да. Хотя, как у любого тренера, есть такие же ошибки. А игрока, игрок, игрок, наверное, другое мнение. А Леша Вадеев не пересидит на скамейке? По Леше Вадееву, значит, перед сезоном я с ним имел разговор. Он талантливый парень, и, мне кажется, перерос это место четвертого баночного игрока. Он бы мог принести пользу команде, если бы оказался на главной позиции. но в данной ситуации он однозначно, на мой взгляд, слабее трех наших игроков. И я не могу найти ему время, положенное время на площадке. Если по большому счету, то ведь это трагедия для любого игрока не быть на площадке в тот момент, когда ты уверен, что можешь. И можешь не хуже других, но раз за разом остаешься в запасе. А если тебе далеко за 20? Это у Никиты Моргунова и даже Алексея Вадеева будем надеяться все еще впереди. Как говорится, есть время. А вот каково будущее в том же ЦСКА, к примеру, Андрея Спиридонова, которому уже за 30? Сейчас это больное место мое, потому что я его очень люблю как человека, как бойца по самоотдаче, по работе, по тому, что он хочет сделать для команды. Ему равных нет. Но команда прибавила. Она стала сильнее за год. А Андрей стал постарше. И он стал чувствовать, что чуть-чуть стал, ну, послабее, будем говорить, чем ребята ушли. Он стал дергаться, волноваться, что уже не может внести такой вклад, играть стал меньше, и из-за этого еще больше поломал игру. По нему сейчас одна проблема, я вот с ним разговаривал, он выпадает из ритма игры. Он выпадает, то есть у него амплитуда своя игровая, гораздо выше. Он из-за того, что хочет сделать больше, делает часто много лишнего и сбивается нормальный рабочий ритм команды. Из-за этого он играет меньше. Но думаю, что он еще не сказал последнее слово. Андрей Корнев тоже особый вопрос, потому что это капитан команды и очень порядочный парень. Вот. Но мне кажется, он ошибается в одном. То есть в оценке себя и своей роли в команде. Я думаю, что может ему обидно будет услышать, но это правда. Он пришел перспективным игроком, но уже поздним игроком. Он там 18 лет начал только играть в баскетбол. Не играл сначала, играл понемножку. Потом ушло сразу много игроков, и вдруг он, вот этот молодой игрок, начинающий, который чуть постарше, он стал ветераном и опытным. И мне кажется, в этот момент произошла неправильная оценка себя. Ему нужно было продолжать работать и вкалывать. А здесь пошли обиды, что я вот такой, я ветеран, мое место, я должен играть. Я должен. Нет, нет. Но в основе лежала, конечно, его эта болезнь, у него прихватило сердце, очень была проблема в течение двух лет сердцем. И вот последние два года он обижается на меня в основном за то, что считает, что играет меньше, чем заслуживает. У него еще впереди много хороших матчей. Среди тех, кто оказался более удачливыми во внутренней командной конкуренции, это Джулиус Нвосу, Евгений Кисурин, Сергей Панов, в общем, основы сегодняшнего ЦСК. Нвосу, темнокожий нигерец, уже прошедший школу национальной баскетбольной ассоциации, вне всякого сомнения, в Москве отработал свои деньги. А вот Евгения Кисурина, к сожалению, в нынешнем сезоне замучили травмы, и он провел его без блеска. Но если о нем Иоанн Восу пресса рассказывал регулярно, то трудяга Сергей Панов как бы остался за кадром. И за кадром, и за газетной строкой. Хотя именно Пановым во время турнира четырех в Париже очень интересовались агенты известного французского клуба «Ортес». Нас же в этой истории заинтересовало другое. Считает ли Сергей Панов себя чернорабочим в команде ЦСКА? Ну, я стараюсь играть в ту игру, которая нужна команде. Если у команды идет игра в нападении, а у нас очень много людей, которые могут забить, то я стараюсь как-то подыграть и сделать какую-то другую работу, которая также является ценной для команды. Подборы, защита, даже передачи. А если, конечно, у команды начинает стопориться игра в нападении, то по возможности стараюсь забить и использовать свои индивидуальные действия. И я, в принципе, согласен с этим названием, но не на все 100%, а только в те моменты, когда требует ситуация. Помните, Еремин рассказывая о тех, кого считает профессионалами, заранее оговорил одну маленькую деталь. Профессионалами именно в сегодняшнем ЦСКА. А вот если без этой сноски, если без малейшего допуска и, конечно же, без взаимных обид. А как вы считаете, в вашей команде играют профессионалы или нет? Будущие профессионалы, я бы сказал, полупрофессионалы, часто тоже говорю об этом, что они себя уже чувствуют настоящими профессионалами, хотят получать, как профессионалы, хотят, чтобы было такое же внимание к ним, как к настоящим профессионалам. строить жизнь, как у настоящих профессионалов. А вот самой работы, отдачи профессионализма до конца, мне кажется, эта трансформация еще не произошла. Это психологические моменты, нужно время. Профессионал, это, я думаю, что самосознание. Повышенное самосознание. Поэтому, я думаю, что нужно еще время, когда, может быть, не поколение, может быть, через поколение, когда люди будут именно знать, что это их работа. У нас же всегда запрещали говорить о том, что профессия спортсмена это профессия и это работа. Поэтому, когда к ней будут относиться, как к работе, когда будут дорожить своей работой, тогда только может состояться профессионал. Ты считаешь себя профессионалом или нет? Нет, ну, думаю, что где-то наполовину только профессионалом. То есть, где-то от меня, где-то от обстоятельств. То, что зависит от тебя, ты все делаешь, чтобы стать профессионалом? А почему? Ну, трудно сказать. От человека зависит. Ну, профессионал, по идее, ну, как это, целиком отдаваться работе, то есть, всему полностью. Ну, я так, по крайней мере, не могу. Ну, ты где-то филонишь или что? Ну, то есть, ну, может быть, где-то немножко. Ну, я думаю, что вот именно в тренировочной работе то есть не так сказывается, а в таком житейском плане. Останутся ли они в стране или уедут, да? Ну, знаете, мне кажется, если игроки получат приличные гонорары и приличную зарплату за границей, то, конечно, надо ехать. Потому что век спортсмена недолгий. Я думаю, за 10 лет им надо заработать на жизнь. И если им предложат больше, чем здесь, то надо ехать. Это работа. Хотим мы того или не хотим, но слова Геннадия Вольнова, известного баскетболиста и тоже ЦС-ховца, как бы заключена суть сегодняшнего спорта без стеснения и утайки нареченного работы. однако по-прежнему остался открытым вопрос. Останется ли команда ЦСКА такой, какая она есть? Или лучшие игроки разъедутся по Италиям, Испаниям, Грециям, другим Америкам, чтобы там стать настоящими профи? Итак, что дальше? Увы, пока есть ответы, прожившие лишь до сегодняшнего дня, 22 мая 1996 года. А вот что дальше? Знают лишь они, сами баскетболисты. Честно, не могу ничего сказать насчет будущего команды, потому что, видимо, каждый игрок будет, ну, сам для себя определять, что он собирается делать, и у каждого там свои какие-то планы, и ну, то есть, не могу ничего сказать. Ты для себя уже что-нибудь определил? Лично. Ну так, 50 на 50. Я бы не хотел сейчас говорить, сезон закончится, тогда отыграем, закончим, тогда уже можно будет какие-то планы, то есть, конкретные строить, а сейчас я в ЦСКА и играю за ЦСКА. Представим вот такую ситуацию, не очень хорошую, что игроки разбегутся, не будет команды, а у вас будет в то же время хорошее предложение из-за рубежа тренером. Вы можете предположить, как вы поступите? Я знаю, я отталкиваюсь от того, чтобы остаться. Прошлый год никаких разговоров о деньгах я не хотел слушать, мне нужно было только одно, останутся игроки или нет. Если будет с кем здесь работать и я посчитаю, что можно здесь что-то сделать, и если я буду нужен команде, если я буду чувствовать, что я помогу, повторяю, что денежный вопрос, мне так кажется, не будет иметь решающего значения. Конечно, мне всегда в ответ противовес говорят, а смотря какие деньги, смотря какие деньги, может быть, имеет смысл, чтобы за один год обеспечить себя на всю жизнь тоже? В этом есть какая-то своя правда. Команда ЦСКА все равно останется, в каком бы ни было составе, хотя мне бы хотелось, я думаю, не только мне, чтобы это именно осталось в том составе, в котором она играла сегодня, этот тяжелый матч. Но как получится, вы видите, сколько менеджеров набежало из НБА, других солидных клубов, которыми нам пора тягаться в чисто материальном плане. Я считаю, что не просто тяжело, невозможно. Деньги на этот сезон, а дело на что будет в следующем? Я думаю, что деньги уже найдены, только их нужно суметь взять. Это техническая сторона, техническая сторона этого непростого вопроса, и я думаю, что у нас очень хорошие шансы реализовать все свои возможности, все свои связи, наработки вот с этим большим бизнес-мером. Поверят ли ребята в это? Поверят, поверят обязательно. Зная их на протяжении четырех лет, я думаю, что они нам поверят. но они пока верят в самих себя, а вот тренеры верят в них. Ребята, 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 да. Они молодцы, не зависит от ничего, они молодцы, они сражались бойцы, целый сезон, так, все. Чтобы удержать их, нужно будет бюджет близких по-нательной косу. Стоп, послушаем еще разок. Чтобы удержать их, нужно будет бюджет близких по-нательной косу. Это, конечно, шутка, но, как и в любой шутке, дальше вы, впрочем, знаете, хотя все остальное в нашем рассказе более чем серьезно. И мы поздравляем тебя, Цеско, поздравляем с таким памятным сезоном, как нынешний, и надеемся на твое хорошее и ближайшее настоящее. Ну, а о будущем тогда поговорим в следующий раз.